С-Бан, Сити-Рейл, городская электричка. Наземная альтернатива классическому метро. Более дешёвое в строительстве, но превосходящее его по провозной способности. Привычный транспорт для городов Европы и то, что за редким исключением не используется в городах постсоветских. Продолжая тему прошлого ролика, в этом видео мы попытаемся представить, как могла бы выглядеть сеть С-Бана в киевской агломерации. Мы рассмотрим каждое направление в отдельности, помечтаем о маршрутах и интервалах и разберём сложности, препятствующие воплощению подобного проекта. Для жителей Киевского региона и тех, у кого мало времени, чтобы смотреть весь ролик, в описании указаны тайм-коды. Переходите сразу на нужный раздел или направление, а мы отправляемся. Попытки создать нечто отдалённо похожее на С-Бан в украинской столице предпринимаются с 2009 года. Речь идёт о городской электричке, о которой я выпустил уже два ролика. Ссылка на более свежее видео, где я рассказываю о работе сервиса после его обновления этой весной, будет в описании. Что касается того, как должно выглядеть пассажирское сообщение между Киевом и его пригородами, на этот счёт у Украинской залезницы есть своё видение. Проект, который продвигает национальный перевозчик, называется City Express. И в этой части ролика мы разберёмся, что он собой представляет, и сравним получившуюся картину с нашей концепцией С-Бана. City Express — это проект пригородного сообщения для Киева, Харькова и Днепра. Начиная с прошлого года, в Киевском регионе начали запускать так называемые челночные поезда от Киева до ближайших пригородов — Буэрки, Буччи, Василькова и Броваров. В основном такие электрички ходят в пиковое время, снимая нагрузку с более дальних пригородных рейсов. Челночные поезда получили жители тех территориальных общин, чье руководство согласилось финансово участвовать в проекте, а именно оплачивать перевозку льготников. Именно на такие челночные рейсы стали выпускать модернизированные или, по крайней мере, просто отремонтированные составы. Тогда как на тех направлениях, где местные власти оказались менее сговорчивыми, продолжают ездить укороченные шестивагонные ведра. О достоинствах и недостатках обновленных составов я также рассказывал в предыдущем видео. Согласно озвученным планам укрзалезницы, киевскую агломерацию должно обслуживать 40 поездов, 20 отремонтированных R9 и столько же новых составов от другого производителя. И если с отремонтированными рижанками всё понятно, то по поводу новых поездов вопросов очень много. В качестве нового подвижного состава рассматривались низкопольные штатлеры. Летом 2021 года украинские СМИ показали один такой состав в идентике укрзалезницы, прибывший для испытаний из белорусской столицы. Согласно заявлениям национального перевозчика, такие составы должны были выйти на маршруты к концу 2022 года. Хорошо врёте, аж поверить придётся. И нет, дело даже не в том, что началась война, денег не предвидится, а поезда к тому же производят в Беларуси. На то, что показанный состав вряд ли подойдёт для Киева, указывала его низкопольность. Тогда как на большинстве станций в Киеве и области платформы высокие. Как в укрзалезнице видели решение этого вопроса, лично мне неизвестно. Понижать платформы ради поездов, которые ещё непонятно будут закупаться или нет, но в таком случае, как быть с рижскими поездами с высоким полом? В общем, лично меня замысел со штатлерами оставил в некотором недоумении. Возможно, такие поезда подошли бы для регионов, но точно не для Киева. О планах унифицировать платформы укрзалезницы последний раз заявляла в феврале этого года. В заявлении говорилось о 30 станциях, которые должны стать инклюзивными, оторникеченами, оборудованными туалетами и велопарковками. При этом о высоте платформ в сообщении не говорилось ничего. Зато радует, что в УЗе есть понимание двух вещей. Того, что пассажиры любят тактовое расписание и к нему нужно стремиться, и что система нуждается в наличии единого билета. Правда, концепции, как именно должна выглядеть оплата проезда и что подразумевается под единым билетом, в публичном обсуждении тоже пока не появлялось. Тем временем, определение Сити-Экспресс незаметно перекочевало с электричек-челноков и городской электрички на все пригородные поезда в целом. В один прекрасный день дачник с ведром огурцов обнаружил, что едет не просто на перекрашенный в синий цвет советской электричке, а на Сити-Экспрессе. Тоталитарный советский электричка? Демократический Сити-Экспресс? Мода на переименование без изменения сути явлений заразила и укрозлезныцю. Вот, в общем-то, и всё, что произошло. Частота рейсов в целом не изменилась, тактового расписания, за исключением городской электрички, не добавилось. В общем, всё осталось как раньше, кроме названия. Нет, вы не подумайте, что мне лишь бы поныть и пожаловаться, как всё вокруг плохо. Вовсе нет. Если укрозлезныцы захотелось освежить пригородный сегмент за счёт небольшого пиара, то лично я ничего не имею против. И да, нужно отдать должное, во время съёмок этого видео я отметил, что пригородные сообщения в целом стало немножко лучше. Поезда стали немножко чище, обновлённые вагоны стали попадаться чаще, а длина многих составов увеличилась с позорных шести вагонов до восьми, а иногда даже и до десяти. Всё это, вне сомнения, хорошо. Однако о каких-то концептуальных изменениях, которые меняли бы подход к перевозкам, речь не идёт. Поэтому на вопрос, является ли проект Сити Экспресс аналогом какой-либо из систем Эсбана, я отвечаю, увы, нет. Но что конкретно я имею в виду под этим самым Эсбаном, и почему я так уцепился за это определение? Об этом сейчас и поговорим. Классический пример Эсбана — берлинское наземное метро, работающее со времён паровозов. 16 линий, 168 станций и 340 км общей протяжённости пути. Несмотря на то, что берлинский Эсбан часто делит станции с обычными поездами немецких железных дорог, ездит он по отдельному пути, что является скорее исключением среди подобных систем. Ещё одна специфическая черта берлинского Эсбана — это его сигнальная система. При обычной сигнализации на железной дороге путь делится на участки. Поезд заезжает на участок, загорается красный свет, и пока состав не проедет весь занятый блок, зелёный свет не загорится. Так машинист следующего поезда не знает в точности, на каком расстоянии от него находится предыдущий состав и с какой скоростью он едет, и даже в какую сторону. Сказано, участок закрыт, значит закрыт. Это просто и надёжно, как двери, но при интенсивном движении нерационально. Эсбан в Берлине использует более сложную систему, в которой блок является подвижным и как бы следует за своим поездом. Место нахождения поезда, а также его скорость и направление движения определяются с помощью радиосигнала, что позволяет сократить интервал между составами. При этом для следующего поезда рассчитывается оптимальная скорость, причём так, чтобы торможение происходило комфортно для пассажиров, и состав не дёргался. Впрочем, я немного увлёкся темой сигнализации. В определении того, чем является Эсбан, роли она не играет. Настоящее же значение здесь имеет не столько техническая сторона, сколько юзабилити. То, в какой степени транспорт работает на удобство пассажира. Исходя из этого, первым и главным компонентом системы Эсбан я бы назвал регулярное движение с тактовым расписанием. В идеале, интервал движения должен составлять 20 или хотя бы до 30 минут. Почему именно такая цифра? Потому что 20 минут — это то время, которое некий усреднённый пассажир может потратить на ожидание транспорта, не изучая его расписание. Пришёл, подождал, уехал. Кстати, именно с таким интервалом работают практически все линии Эсбана в Берлине. Лично мне неизвестно, есть ли какие-либо исследования на эту тему. Здесь я опираюсь только на собственные ощущения и отвечаю сам себе на вопрос. Как долго лично я готов ждать поезда или автобуса? Мои ответы таковы. Если я в городе и еду по делам, то при хорошей погоде я готов потратить на ожидание до 10 или максимум 15 минут. Если же я нахожусь в пригороде и жду электричку, то это время растягивается до 20 минут. Повторю, это при условии того, что я заранее не изучал расписание, а просто пришёл и надеюсь быстро уехать. Но возможно ли требовать берлинских темпов от Киева? Если ориентироваться только на число жителей, то да. Население Берлина — 3,5 миллиона, Киева — около 3 миллионов. Агломерации также близки по цифрам. И там и там есть города с населением более 100 тысяч, но основная часть спутников — это населённые пункты до 50 тысяч человек. Но Украина не Германия, скажете вы. Ввиду неравенства экономик, мобильности жителей и развитости железнодорожной сети, берлинские темпы для Киева избыточны и в ближайшие годы недосягаемы. Верно. Требовать 20-минутного интервала для Василькова или Клавдиева действительно было бы фантазёрством. Думаю, что минимально возможным интервалом для киевского избана было бы 30 минут в пиковые часы и до часа в остальное время. Да, это не удовлетворяет условию, когда пассажир может не интересоваться расписанием, но рисование воздушных замков не является целью этого видео. Второй обязательный компонент системы S-BAN — интеграция железнодорожной системы оплаты проезда с городской. Говоря простым языком, билет на электричку должен быть действителен в городском автобусе или метро. И наоборот, ничего нового придумывать не нужно. Всё давно придумано за нас. Так, в Берлине, купив билет по городскому тарифу, вы можете свободно пользоваться абсолютно любым транспортом, кроме скоростных поездов. А купив немного более дорогой билет, выезжать за пределы города, в том числе и на более быстрых региональных поездах. Итого, получается всего два основных критерия, которым, на мой взгляд, должен соответствовать S-BAN. Это регулярное движение с тактовым расписанием и интеграция поездов с городским транспортом, с общими тарифами как минимум внутри города. В идеале хотелось бы одинаковую ливрею для поездов, грамотную айдентику вместо неработающих табло и распечаток А4, но всё это лишь косметические требования, на которые лично я смотрел бы в последнюю очередь. Итак, что такое S-BAN мы определили, и теперь перейдём к тому, как это может или должно выглядеть на практике. Для этого рассмотрим каждое из шести пригородных направлений киевской агломерации в отдельности. Но перед этим напомню, что желающие поддержать канал и получить ранний доступ к следующим видео могут это сделать, став моими патронами на Патреоне, либо нажав кнопку «Спонсировать» под этим видео. Я же творчая натура! Я все життя в нищете! О, да в голоде! Я же после работы хожу по электричках! Эй, люди добрые, помогите, радуй Бога! Ссылку на патреон оставляю в описании под тайм-кодами, а мы едем дальше. Это город Бравары, сателлит Киева и де-факто его спальный район с населением 100 тысяч человек. Главная цель и конечный пункт из Бана в северо-восточном направлении. С 1868 по 1869 год станция Бравары служила в качестве киевского жидовокзала на Киево-Курской железной дороге. До тех пор, пока линию не провели к берегу Днепра, а затем не построили мост через него. Кроме того, в начале 20 века Бравары и Киев связывала линия трамвая, а с 1935 по 1841 в Браварах располагался главный аэропорт Киева. Но великое транспортное прошлое Браваров скатилось в мизерабельное настоящее, в котором 100-тысячный город ездит в Киев на маршрутках, не считая малой части тех, кто пользуется ЖД-станцией. На момент выпуска этого видео через Бравары походят 12 паратранзитных электричек. Достаточно ли этого для Браваров? Разумеется, нет. Взглянув на расписание, мы видим огромный разрыв между поездом в 7.21 и 11.13, если не считать ускоренную электричку с более высокими тарифами и лимитом сидячих мест. Ну а после полудня интервалы между электричками достигают полутора-двух часов. Сам я помню один эпизод, когда несколько лет назад, возвращаясь от друга из Браваров, я решил воспользоваться вечерней электричкой, и просто физически в неё не влез. Даже в тамбур. Прокуренный и полутёмный шестивагонный корч Нежин Киев захватил буквально нескольких человек с платформы и, едва закрыв двери, показал хвост мне и ещё нескольким десяткам пассажиров. Да, нужно сделать поправку на то, что дело было в воскресенье в довоенное время, и на момент подготовки этого видео таких ситуаций не бывает. Но если смоделировать картину на год или два вперёд, когда, возможно, наступит более спокойное время, проходящих электричек для Браваров будет уже недостаточно. Держу пари, что многие Браварчане идеи Эсбана могут и не проникнуться, ведь добираются же они десятилетиями на маршрутках до метро Лесная, так зачем что-то менять? И действительно, от Браваров до Киева проходит шестиполосная трасса Е-95, пробок на которой практически не бывает. Хотя... В общем, хоть у нас тут и кружок любителей ЖД-транспорта, самым лёгким решением для Браваров был бы запуск регулярных автобусов большой вместимости, возможно, даже по выделенной полосе. Благо, ширина дороги позволяет. Однако запуск таких автобусов всё равно не означал бы, что железная дорога не нужна. В отличие от автобусов, доставляющих людей до лопающейся по швам красной ветки метро, электричка довозит людей практически до центра Киева, не говоря уже о нескольких пересадках на подземку и городскую электричку. Но для того, чтобы Эсбан с Браваров был удобнее и охватывал больше пассажиров, нужно исправить кое-какую вещь. Дело в неудачном расположении станции, которая охватывает по большей части промзоны и частный сектор. По южную сторону от железной дороги, в полутора километрах от неё, расположен спальный район Торгмаш. Казалось бы, расстояние не такое уж и большое, и до станции можно дойти пешком. Однако путь от жилых домов до станции лежит через малоприятные улицы вдоль цехов. Летом ещё ничего, а вот зимой полный суицид. Центр города расположен по другую сторону железной дороги, тоже в 15-20 минутах пешком, но ситуация похожа. Здесь хоть и не промзона, но частный сектор с плохими тротуарами или вовсе без них. Тоже далеко не Венеция и не Париж. В общем, желающих добираться до станции пешком даже летом не очень много. Здесь и далее в этом видео я буду оценивать пешеходную доступность с помощью окружности радиусом 1 километр. Это расстояние, которое лично я прохожу за 8 минут быстрым шагом, за 10 минут обычным, ну или до 15 минут походка Евгения Панасенкова. Большинство пассажиров, включая самых пожилых, вписываются как раз в эти 15 минут. Это же время окажется мне психологически предельным, то есть максимумом того, что пассажир готов потратить на дорогу пешком до своего транспорта, если, конечно, он едет по делам, а не просто гуляет. Итак, ещё раз взглянув на охват станции Бровары, мы видим цеха предприятий, частную застройку и совсем немного многоквартирных домов. Итого, навскидку, лишь десятая часть города, то есть 10 тысяч человек, может теоретически захотеть воспользоваться электричкой, что очень мало для регулярных рейсов. Так что же, значит, идея из Бана в Бровары себя не оправдывает? Вовсе нет. Решение состоит в том, чтобы построить ещё одну станцию под или рядом с путепроводом в районе кольцевых перекрёстков улиц Героев Украины и Степана Бандеры. Во-первых, это увеличит охват районов с плотной застройкой, и в пешеходном доступе окажется центр города. Во-вторых, здесь по обе стороны железной дороги есть заезды под эстакаду и достаточно места для остановки автобусов или даже их разворота. Так к станции будет удобно подъезжать не только центру Броваров и упомянутому району Таргмаш, но и жителям окрестных сёл. А сёла здесь очень большие, и в них тоже строятся многоэтажные человейники. Что же в таком случае делать со старой станцией? Лично я бы её оставил, чтобы не дискриминировать пассажиров, которым она более удобна. И её же сделал бы конечной данной ветки из Бана. Расстояние между старой и новой станцией получится чуть меньше одного километра, что вполне нормально. В крайнем случае, чтобы не затормаживать проходящие электрички Киев-Нежин, можно было бы оставить для них только одну установку из двух, но это уже дело вкуса. Главное, что доступ к железной дороге получит, по грубым расчётам, вдвое больше жителей города. Восточное направление. С ним ситуация сложнее и интереснее. Здесь, на одинаковом расстоянии от Киева, находятся две конечные точки. Город Борисполь и аэропорт Борисполь. Сначала поговорим об аэропорте. Но прежде чем начать, поясню, что в этом пункте я буду местами использовать чужой видеоряд. Делаю я это по двум причинам. Во-первых, во время войны авиасообщение над Украиной для гражданских рейсов закрыто, и никакого движения поездов в сторону аэропорта нет. Во-вторых, если все остальные направления мне ещё хоть как-то удалось объездить и заснять, время от времени объясняя местным гражданам, что я не диверсант, то специально приехать в зону аэропорта и расхаживать там с камерой было бы уж совсем полным безумием. Итак, в 2018 году Украинский залезница впервые запустила рельсовые автобусы между аэропортом и центральным вокзалом в Киеве. При том, что сама идея ЖД-сообщения абсолютно правильна, к её реализации есть вопросы. Во-первых, ответвление в аэропорт от основного хода в сторону Борисполя сделали бог с ним что однопутным, так ещё и неэлектрифицированным. Как пояснили в Украинской залезнице, провода не протянули по той причине, что вблизи же до полотна находится мощное электрооборудование для аэропорта, которое сложно перенести на другое место. Во-вторых, рельсовые автобусы оказались маловместимыми, и лично я вспоминаю поездки, во время которых пассажиры сидели буквально на головах друг у друга. Для нас же в этом ролике вопрос состоит в том, должен ли этот рельсовый автобус стать частью системы С-Бана, когда, слэш, если, закончится война и возобновятся полёты. С одной стороны, да, конечно, хотелось бы видеть его среди маршрутов С-Бана и с более вместительным подвижным составом. С другой стороны, практически везде, в том числе в Европе, шаттл в аэропорт тарифицируется отдельно и стоит в полтора, два или пять раз дороже, чем обычные пригородные поезда. Особый привет Греции с Италией. Так что едва ли местная власть и укрзалезницы захотят датировать поездки авиапассажиров. Ведь если человек летит на самолёте, то, наверное, он не самый нищий, и зачем доплачивать за него из общей корзины. Если спросить лично меня, то мне близок немецкий социально ориентированный подход с одинаковым тарифом на все направления. Но если УЗ и местная власть против такой благотворительности, то для аэропорта можно было бы ввести отдельный билет, а для всех остальных станций на маршруте оставить стандартный тариф. Это тоже распространённое решение. Ну и хотелось бы, конечно, электрификации и электричек нормальной длины, а не рельсовых автобусов, по сравнению с которыми даже Ryanair кажется бизнес-классом. Итак, мы получаем возможный маршрут С-Бана до аэропорта Борисполь. Но что же в таком случае делать с городом Борисполь? Здесь ситуация похожа на Бровары. Сам город-спутник Киева нанизан на трассу, и благодаря аэропорту дорога здесь имеет 8 полос. То есть отличные условия для автобусов. Но, как и в случае с Броварами, шинный транспорт довозит пассажиров лишь до ближайшей станции метро, тогда как электричка позволила бы разгрузить подземку. Как и в Броварах, вокзал в Борисполе расположен в стороне от центра, а точнее в трёх километрах от него, и требует дополнительного подвоза автобусами. Означает ли это, что станция бесполезна? Нет. В 10-минутной пешей доступности прямо сейчас вырастает несколько жилых комплексов, и желающих уехать в Киев на платформе скапливается довольно много. При населении города 63 тысячи человек, можно предположить, что рядом с ЖД-станцией живёт 1015-20. Плюс те, кто подъезжает к станции на маршрутках. Если организовать постоянные автобусные рейсы до ЖД-вокзала и ввести комбинированный билет «Автобус плюс С-Бан», что потребует совместной работы угрозалезницы и местной власти, спрос на электричке можно поднять до стабильного. Итого, в восточном направлении у нас вырисовывается два маршрута. Один, который под вопросом ведёт в аэропорт, а другой заходит непосредственно в город Борисполь. О том, откуда они должны начинаться в Киеве, как соединяться с другими маршрутами С-Бана и с каким интервалом по ним могли бы ходить поезда, поговорим ниже, в другой части видео. А пока переходим к следующему южному направлению. Специфика южного направления, ведущего в сторону Мироновки, в его одноколейности, с разъездами через каждые 10 километров. Эта колея служит главным ходом пассажирских поездов на юго-восток страны, из-за чего пригородные поезда двигаются здесь короткими перебежками, пропуская встречный поток. Так, например, вечерняя электричка Мироновка-Киев на участке от Триполя-Днепровского до конечной станции Киев-Пассажирский совершает целых пять долгих остановок и преодолевает путь в 45 километров за, сколько бы вы думали, за полтора часа. Такая тягомотина отпугивает платежеспособных пассажиров, предпочитающих, но вы сами поняли, что. Тем более, что до Киева здесь проложено два параллельных шоссе, на одном из которых практически не бывает пробок. С потерей ЖД-сообщения с Крымом и частью юго-востока движение на участке от Мироновки до Киева сократилось, однако вместо ночных поездов добавилось несколько ниток Интерсити Плюс. Впрочем, на момент подготовки этого ролика встречных вечерних поездов тоже нет, и электричка, соблюдая свой обычный график, просто стоит на платформах, пропуская воображаемые встречные составы. Это Украинка. И это Украинка. Находящийся в 30 километрах от Киева его южный спутник, город работников Трипольской ТЭЦ. Именно Украинка с её двумя же дистанциями, Стугна и Триполье Днепровская могла бы стать последним пунктом из Бана в южном направлении, если бы стояла задача сюда его провести. Сегодня через этот 16-тысячный город в живописном месте на берегу Днепра проходят всего три пар электричек в день, и то две из них идут утром, после чего до шести вечера наступает полная тишина. А между тем город построен настолько компактно, что не нуждается во внутригородском общественном транспорте, и все его жители без исключения могут дойти даже до станции пешком, потратив на это не больше 15 минут. Так, платформа Стугна, находящаяся вблизи одноименной речки, охватывает 100% многоэтажных домов, жители которых вполне могли бы предпочесть железную дорогу маршруткам. Но если самой украинке регулярные электрички пришлись бы впрок, то этого совсем не скажешь об остальной части маршрута. После станции Стугна и до самого Киева вдоль железной дороги нет практически ничего. Линия здесь проходит через леса и болотистые низины в стороне от населенных пунктов. Участок хороший, три часа на электричке, а потом 5 километров пешком по трясине. Так, например, из довольно крупного села Безрадичи до одноименной станции нужно пройти от 2 до 5 километров, чего никто делать не будет. Похожая ситуация и с другими платформами, за исключением разве что лесников и подгорцев, но и там пассажиропоток слишком мал для регулярного движения. В пределы же Киева выиграть от электричек могла бы платформа Проспект Науки, охватывающая спальные районы Мышеловка и Корчеватая. Выехать из этой местности на наземном транспорте в час пик сложно из-за часто закрывающегося ЖД переезда и узкой извилистой части Проспекта Науки, где в зимний гололед перестает ходить транспорт. Так, некоторые из местных пользуются электричкой Мироновка Киев, чтобы добраться до центра и не стоять в пробках. Но таких пассажиров единицы, поскольку мало кто вообще знает о подобной возможности. И вот мы подобрались к вопросу, стоит ли один населенный пункт в 16 тысяч человек и одна платформа в пределах Киева того, чтобы запускать ради них отдельную ветку ВСБАНа. Мой ответ — едва ли. К тому же здесь есть серьезные препятствия. Проехав платформу в Идубе-4-Польске, поезда с южного направления должны вливаться в основную ветку со стороны левого берега, пересекая встречные пути и создавая режущий маршрут. Если три пары электричек в день еще можно безболезненно провести, то с тактовым расписанием настали бы проблемы. Если, конечно, не построить на Выдубчах еще одну эстакаду, которых здесь и так уже как грибов после дождя. Впрочем, как вариант, можно было бы оборачивать электрички на платформе Выдубича-3-Польске. Тогда проблема бы исчезла, а пассажиры из Украинки получили бы пересадку на метро и другие маршруты СБАНа. Но все же, соизмеряя реальный пассажиропоток и сложность задачи, лично я бы не назвал такие заморочки конструктивными. Да, три электрички в день для не самого маленького города-спутника это чрезвычайно мало, и хотелось бы по крайней мере в два раза больше. Но, на мой взгляд, учитывая однопутку, долгие разъезды, малый пассажиропоток на промежуточных станциях и сложность в организации тактового расписания, южные направления все-таки должны обслуживать обычные пригородные электрички, а не СБАН. Впрочем, если бы у Крылзалезницы захотелось пиара и какого-то единого нейминга, можно было бы и южные направления тоже обозвать отдельной веткой СБАНа, ну или Ситиэкспресса. Однако на расписание, частоту рейсов и все остальное это никак бы не повлияло, так что тут дело лишь в этикетке, а не в завернутой в нее конфете. В общем, думаю, что с южной веткой мы разобрались и готовы перейти к следующему, юго-западному направлению. На юго-западе все так же интересно и дискуссионно, как в направлении Борисполя. Дело в том, что здесь предполагаемая ветка СБАНа разветвляется после станции Васильков-1. Основное направление уходит на Фастов и далее в сторону западных границ страны, а на юг отходит малодеятельная однопутная ветка, достойная отдельного внимания. Это город Васильков с населением 35 тысяч человек. До декабря 2021 года его жители преодолевали путь до Киева длиной 25 километров исключительно на маршрутках, причем по довольно загруженной и пребывающей в постоянных ремонтах одесской трассе. А это та самая малодеятельная, идущая в тупик, ЖД-ветка, где еще сохранились ручные стрелочные переводы. В 2021 году линию задействовали в пассажирском движении, отремонтировав полотно И-4 переезда, повесив провода и построив платформу под названием «Васильков-2». Надо отдать должное инициаторам проекта, он стал чуть ли не первой за годы независимости нормально реализованной инициативой для пассажиров в Киевской области. Не считая, конечно, тесного рельсового автобуса в аэропорт, киевской городской электричке, внезапно жившей только в этом году с началом войны, и дизель поезда в Вышгород, чудо-ю до начала 2010-х, о котором я расскажу чуть ниже. Что касается новой платформы, то расположена она удачно, охватывая пешеходной доступностью весь центр города. С окраин, конечно, приходится подъезжать на маршрутках, но тут ничего не поделаешь. В целом, к реализации вопросов нет. Все в кои-то веки сделано хорошо и без излишеств. Табло, информация, урны и много входов, и, что важно, пандусов. В общем, все нормально. Хотя, стоп. Один вопрос у меня все-таки есть. Высота платформы. Как видно, платформу сделали низкой. Возможно, в расчете на новые составы Штатлер, ну или просто из экономии. И такой выбор, в принципе, логичен, учитывая то, что тупиковые платформы на пригородном вокзале в Киеве тоже низкие, и все как бы сходится. Но как в таком случае быть с платформами Васильков-1, Боярка, Вишневая и всеми прочими? Запускать специальный Штатлер Васильков-Киев без остановок даже в пределах города Киева звучит довольно странно. Переделать все промежуточные платформы под низкие — еще большее безумие. Тем более, что основной подвижной состав еще долго будет представлен рижскими R9 с высоким полом, и никуда от этого не деться. Тогда зачем? Нелогично ли было сделать высокую платформу и в Василькове тоже? Тем более, что пандусы к платформе вроде как приделали, но что делать колясочнику дальше? В общем, вроде бы все сделали красиво, но если копнуть чуть глубже, то... Ну а что же с движением поездов? Несмотря на то, что сам проект, повторю это еще раз, абсолютно необходим и правилен, его потенциал сегодня и близко не раскрыт. Отчасти из-за падения пассажиропотока во время войны. Но отчасти и потому, что мы наблюдаем здесь, как я бы это назвал, эффект украинки. То есть поезда ходят настолько редко, что пассажиры на них не рассчитывают и ими не пользуются. А раз не пользуются, значит нужно и дальше сокращать рейсы. Посмотрев на график, можно понять, что маршрут обслуживает всего один состав, чего совершенно недостаточно для перевозки комьюторов, пассажиров, которые ездят в Киев на работу. Рейс в 6.10 из Василькова удобен лишь для тех, кому нужно быть на работе в 8. Но те, кому нужно на 9, выбор лишены. Следующая электричка отходит почти через 3 часа. Та же картина и с обратными поездами. Поезд в 17.50 из Киева захватывает тех, кто закончил работу в 5. Но те, чья смена закончилась в 6, должны либо слоняться 2 часа до следующего рейса, либо идти на маршрутку. Вывод из этого такой, что без второго состава дела совсем плохи. Но могут ли укрзалезницы и местная власть позволить себе роскошь в виде второго, не говоря уже о третьем составе, вопрос риторический. Второе и более загруженное направление на юго-западе ведет к станции Фастов. Нужно ли включать его в сеть СБАНА или же оставить на откуп обычным электричкам, воображаемые дебаты на эту тему могли бы длиться очень долго. Аргументом «за СБАН» послужила бы относительно высокая плотность населенных пунктов в этом направлении. Да и в самом Фастове живет 45 тысяч человек. К ним добавляются пассажиры еще с трех направлений, со стороны Житомира, Казатино и Белой Церкви. Так что тактовое расписание а-ля раз в полчаса оказалось бы более чем уместным. Тем более, что все эти поезда можно было бы законнектить друг с другом, дав пассажирам условные 10 минут на пересадку. С другой стороны, если мерить по железной дороге, то Фастов расположен в 60 километрах от Киева. Это ж просто пиздец, как далеко. И поэтому не укладывался бы в единый тариф. Это, впрочем, не такая уж большая проблема. В конце концов, единый тариф мог бы действовать, скажем, только до Василькова-1, а дальше начиналась бы привычная тарификация по зонам. Да, это немного усложнило бы систему оплаты, но что поделать. Если бы спросили лично мое субъективное мнение, должен ли Фастов войти в сеть СБАНа, то я бы ответил «да». Любой, кто хоть раз ездил в этом направлении, не дастся врать, что электрички здесь заполняются на ура. А давка в вагонах — привычное явление. Кроме того, в Фастове находится депо, где ремонтируются все электрички, обслуживающие киевскую агломерацию. А значит, поезда из БАНа в любом случае придется время от времени отправлять Фастов. Но еще раз хочу подчеркнуть, что это все диванные разговоры, лишь на уровне идей. А для их воплощения нужно будет учесть множество факторов, о которых мы еще поговорим. А пока переходим к северо-западной ветке. В направлении северо-запада находится довольно плотная агломерация городов-спутников. Это Ирпень, Буча, Ворзель и несколько поселков далее. Буквально каждая из этих станций хорошо охватывает жилые зоны, в том числе с многоэтажной застройкой. В 2017-м Укрзалезница запустила поезд «Челнок» от Киева до Клавдиева, отправлявшийся от платформы «Светошин» в утренний и вечерний пик. Позже добавился еще один поезд, доходящий до станции «Бородянка». Так какая из этих станций могла бы стать конечной в схеме СБАНА? Да любая, начиная от Бучи и заканчивая Бородянкой. Впрочем, в случае последней пешеходный охват получится довольно слабым, поскольку основная многоэтажная часть этого поселка находится в 3-4 километрах от железной дороги, что требует подвоза городским транспортом. Так что на какой именно станции оборачивать поезда вопрос открытый и зависит как минимум от двух переменных, сговорчивости местной власти и интервалы движения. Лично я, основываясь на субъективных наблюдениях за пассажиропотоком, сделал бы конечной остановкой станцию «Ворзель», поскольку дальшая плотность жилой застройки уменьшается. Но возможны и компромиссные варианты. Так, например, каждую вторую электричку СБАНА можно было бы запускать до Бородянки, а оставшуюся половину оборачивать в «Ворзеле» или «Буче». При этом подчеркну, что поезда СБАНА не должны ставить под отмену обычные электрички из Тетерева и Корстыня. И то, и другое должно взаимно друг друга дополнять. В целом, северо-западные направления я бы назвал одним из самых подготовленных и не требующих каких-либо изменений. Если, конечно, не достраивать в будущем отдельные пути для СБАНА, но это другая тема из области мечтаний. Здесь все платформы одинаковой высоты, многие из них недавно отремонтированы и имеют пандусы. И, что главное, станции имеют хороший охват и переноса не требуют. Так что именно этот маршрут мог бы стать пилотным и соединиться с веткой в Бровары. Таким образом, линия шла бы через весь Киев, что облегчило бы жизнь тем, кто едет, скажем, из Арпеня на Дарницу или из Броваров до Святошина. А мы переходим к последнему, шестому направлению. Выжгород. Северный спутник Киева с населением чуть менее 30 тысяч человек. В 50-х годах сюда была проложена однопутная железнодорожная ветка, по которой подвозили стройматериалы и оборудование для киевской ГЭС. В 2010 году линию, проходящую через промзоны и дачные кооперативы, решили задействовать для пассажирского движения. В отличие от похожей ветки в сторону Василькова, линию до Выжгорода не стали электрифицировать, а вместо этого запустили дизель-поезд. Ходил он от станции Петровка в Киеве, то есть нынешней Почайны, до вот этой платформы в нижней части Выжгорода. Первоначально путь в одну сторону занимал около 20 минут, но из-за плохого состояния пути время вскоре удвоилось. Поезд буквально ползал на карачках по ушатанным рельсам, и однажды в 2011 году таки с них сошел. В аварии никто не пострадал, поскольку страдать было, собственно, и некому. Главным пассажиром поезда был воздух, ибо преодолевать 12 километров за 40 минут это было чересчур даже по меркам каких-нибудь там закарпатских электричек. С самим подвижным составом тоже была проблемка. Дело в том, что перевозить пассажиров на малодеятельных неэлектрифицированных ветках в Украине попросту нечем. Рельсовые автобусы на укразлизнице даже сегодня редкое явление, а в 2010-м их насчиталось 10 штук на всю страну. Ну так что, у нас маленькая проблема, так? Ну, типа да, есть такое дело. Вам не кажется, что это немного побольше, чем маленькая проблема? Из-за этого на маршруте Вышгород-Киев пришлось задействовать целый дизель-поезд DR1, который специально пригоняли из депо Коростынь, что в 150 километрах от Киева. Это ж просто пиздец, как далеко. Добавим к этому тот факт, что ради шести оборотов в день специальная автоматрица привозила дежурных на переезды. Так что персонала на линии работало иногда даже больше, чем пассажиров. И в итоге в 2012 году аттракцион закрыли. Но если попытка запустить поезда в Вышгород с треском провалилась, то стоит ли фантазировать о запуске из Бана? Моё мнение, да, стоит. И в этом оно совпадает с намерениями Укрзалезницы, заявившей о планах включить участок в проект Киевсити Экспресс. Однако для того, чтобы не наступить на старые грабли, нужно соблюсти ряд условий. Во-первых, не повторять больше шуток с дизель-поездом и скоростыня, тем более при сегодняшних ценах на топливо. Иначе с таким успехом дешевле будет оплатить каждому пассажиру проезд до Киева на такси, чем гнать состав на дизельной тяге за 150 километров. На первом этапе, если не электрифицировать участок, здесь подойдет исключительно рельсовый автобус. Но даже при наличии контактной сети, длинные поезда здесь едва ли понадобятся. Предсказываю, что состава даже в 4 вагона здесь более чем хватит. В случае Вышгорода главное не длина, а скорость поезда и его регулярные движения. Что вижу здесь в идеале лично я, это 2 4-х вагонных состава, которые обеспечили бы тактовое расписание раз в полчаса. Правда, для них нужно будет предусмотреть разъезд где-нибудь посередине пути. Что, думаю, большой проблемы бы не составило. Участки с разветвлениями на маршруте есть. Еще один вопрос, на какой станции в Киеве должен заканчиваться маршрут. Ранее мне доводилось видеть предложение сделать конечную надарнице. В этом есть разумное зерно. В принципе, почему бы нет, есть здравое зерно. Ведь таким образом маршрут перевозил бы жителей левого берега до станции метро Почайна. То есть взял бы на себя часть функций городской электрички. Однако я бы все-таки настоял на том, чтобы конечной станции была Почайна, поскольку городская электричка и так уже есть, и дублировать ее нет смысла. Тем более, что никто не отменял однопутный мост через Днепр, и загружать его лишними графиками незачем. Да и чем короче маршрут, и чем меньше он делит пути с другими поездами, тем лучше будет выполняться график. Что еще хотелось бы улучшить на этом направлении, это передвинуть платформу в Вышгороде чуть севернее, поближе к районам плотной застройки. К сожалению, участки, где идеально могла бы расположиться станция, уже застроены. Однако, возможность перенести платформу хотя бы на 300 метров все еще есть, если решить вопрос с собственником территории. Никаких капитальных построек здесь нет, и, стало быть, сносить ничего не придется. 300 метров — это 3 минуты ходьбы, что при плохой погоде для многих пассажиров существенно. Итого, мы рассмотрели все 6 радиусов, и можем нарисовать карту маршрутов нашего С-Бана. В качестве первого маршрута, назовем его С-1, возьмем городскую электричку. Номером 2 пусть будет линия от Броваров в сторону Бучи, Ворзеля и Клавдиева. Номером 3 обозначим линию от Борисполя до Василькова, имея в виду именно город Борисполь, а не аэропорт. Если не считать низких платформ на обеих конечных станциях, технически этот маршрут также полностью готов. К тому же и Васильков, и Борисполь находятся примерно на одном и том же расстоянии от Киева, и улеглись бы в единый тариф. Четвертую линию я бы условно нарисовал уже от аэропорта Борисполь до Фастова. Условно, потому что перспектива такой ветки дискуссионна. Во-первых, участок от аэропорта еще не электрифицирован, и не факт, что перевозчик и местная власть захотят датировать подобный маршрут, обеспечивая на нем такой же тариф, как и в остальной сети. Ну а Фастов, напомню, слишком отдален от Киева, и тоже не уляжется в единый билет. Так что четвертая ветка — это просто идея на будущее, но никак не императив в адрес Укрзлезнити. И, наконец, линия от Вышгорода до станции Почайна. Плюс обычные электрички со стороны Украинки, но, скорее всего, уже вне рамок Эсбана. С каким же интервалом все это должно ходить? При идеальном для Киева раскладе интервал на каждой линии должен был бы составлять полчаса. Таким образом, через каждую из станций пересадок внутри Киева каждые 10 минут проходил бы какой-нибудь поезд. Например, 7.00 — Кольцевая электричка, С1. 7.10 — Бровары Клавдиева, С2. И 7.20 — Борисполь Васильков, С3. Итого, все конечные станции получили бы поезд каждые полчаса, а в центре Киева работало бы полноценное наземное метро с интервалом в 10 минут, где пассажиры могли бы садиться в любой из поездов. Такой себе Берлин на минималках. Что касается оплаты проезда, то идеальным вариантом было бы снова-таки скопировать берлинское решение и ввести 2-3 базовых тарифа. Первый — внутри города. Второй — загородный. И при желании какой-нибудь там короткий билет на 3 станции, или если билет будет действовать по времени, то на 15-20 минут после валидации. Главное, повторюсь, в том, чтобы билеты были общими с городским транспортом, а совсем в идеале и с местными маршрутами в пригородах. Поскольку ролик и так уже получился длинным по меркам этого канала, с фантазиями обо всём хорошем вместо всего плохого мы на этом закончим. И спустимся на грешную землю, чтобы понять, почему подобной системы в Киеве до сих пор нет и какие препятствия придётся преодолеть при желании её построить. Препятствие номер один — общие пути для всех видов поездов. Вернее, общие пути — это лишь часть общей проблемы, которую я бы обозначил так — всех много, а всего мало. Любой, кто хоть раз путешествовал на поездах по Западной Европе, а особенно по Германии и всему, что юго-западнее, наверняка замечал, как много там железных дорог. То есть их просто физически много. Больше вокзалов, больше поездов, больше путевого развития. Отдельные пути для скоростных поездов, отдельные для СБАНа, отдельные ещё для чего-нибудь. И всё это ездит, ездит и ещё раз ездит. В Киеве же весь же дотрафик по всем без исключения направлениям делит между собой всего два пути, а в направлении украинки и вовсе один. Учитывая разную скорость и массу поездов, понятно, что обеспечить их частое движение с одинаковым интервалом — задача невыполнимая. Точнее, это можно сделать, замедлив поезда дальнего следования до скорости электричек, но это и человека часы, и человека деньги. Увы, никакого иного решения, кроме как достраивать два дополнительных пути по всем направлениям, ну, кроме разве что Барварского, нет. Так что вместо тактового графика можно добиваться лишь приблизительно одинакового интервала с погрешностью в 5, 10, 15 минут. И, увы, по-прежнему ставить электрички под обгон более приоритетными поездами. Но представим, что откуда-то с неба упали мешки денег, и в Киевском регионе началась Великая Китайская стройка. Будет ли это означать решение всех проблем? Ответ, как вы уже, наверное, догадываетесь, нет. Сложность киевской агломерации в том, что здесь мы имеем дело с тремя независимыми друг от друга игроками Укрозалезныцей, Киевской областью и Киевом, который, напомню, не является областным центром Киевской области. Сложность заключается в том, что в Украине нет такого документа, который точно определял бы, кто, кому и что должен в пассажирских ЖД-перевозках. Как почти нет и практики, когда местная власть формулирует запрос на перевозки, заказывает их железные дороги и, что главное, оплачивает их без паяльников задницы. Будешь платить, пидор? Да я заплачу, заплачу! Заплатишь, пидор, заплатишь! Так, например, один рейс электрички Киев-Буча, по заявлению Юго-Западной железной дороги, обходится в 20 тысяч гривен в ценах 2021 года, а продаж билетов покрывает лишь десятую часть затрат. При этом закон Украины о железнодорожном транспорте нигде прямо не указывает, что УЗ обязана назначать какие-то конкретные поезда. Также закон не определяет и чётких механизмов, по которым местные власти должны оплачивать работу железной дороги. Пригородные сообщения Украины — это следы социально ориентированной экономики Советского Союза, которая трансформируется в капитализм, но как бы стесняется полностью в этом признаться. То есть вроде бы как госпредприятие угрозлезницы от чего-то там должно народу, но денег на это нет и вы держитесь. Запорчень в маршрутке. Случай с берлинским Озбаном, который я не зря взял в качестве сравнения, стартовые позиции отчасти похожи на киевские. За наземное метро немецкой столицы ответственны также три субъекта. Собственно, Берлин, окружающая его федеральная земля Бранденбург, и Deutsche Bahn, немецкие железные дороги. Первые два субъекта выступают заказчиками транспортной услуги. Для удобства было создано общество ограниченной ответственности ФАУББ, Феркеасфербунд, то есть попросту транспортная сеть Берлина и Бранденбурга. Обе земли вместе с местными районами и независимыми городами выступают акционерами компании. Они не только контролируют свое предприятие, но и сотрудничают с другими перевозчиками, так, чтобы пассажир мог сесть на поезд в центре Берлина, проехать бог знает куда вглубь соседней федеральной земли, да там еще и пересесть на какой-нибудь загородный автобус, трамвай или даже паром. И все это можно сделать по одному единственному билету. За таким удобством скрывается огромная бюрократическая работа и традиция ею заниматься. И Украина находится лишь на старте этого пути. Только после того, как будут четко определены отношения между обществом, местной властью и укрзалезныцей, только после мотивированного желания местных властей договариваться с ЖД-перевозчиком, могут появиться проекты вроде того, который я описал в этом видео. А техническая сторона, какой бы дорогой и сложной она ни была, подтянется вслед. Станьте патроном канала на Патреоне или его спонсором на Ютубе, чтобы получать ранний доступ к следующим роликам. А на сегодня у меня все. Спасибо всем, кто поддержал канал после выхода последнего видео. Услышимся. Пока. Продолжение следует...